Приветствую тебя, дорогой друг, и сегодня я поделюсь хорошей новостью. Впервые за два примерно года у меня дома появился кот, а точнее котенок. Вот роду ему чуть больше месяца. Благодарность за это я выражаю своему другу Анатолию. В начале октября его кошка родила четверых котят, два кота и две кошки. И по переданной сразу же мне информации о рождении, мной был зарезервирован один из родившихся. Три котенка получили схожий серый окрас, но один выделялся из общего фона. Имеет темные тона, с неярко выраженными полосками, черные подушки лап и темный нос. А также с ярко выраженными темными ушами со светлой окантовкой. Выглядит очень красиво. И придя в гости посмотреть на чудесных пушистиков, я понял, что этот будет мой. Котенок получился интересным, симпатичным и в меру пушистым. У нас за все время было достаточно много котов, аж целых пять штук. И что самое интересное, абсолютно все они были рыжие. Четыре кота, одна кошка и все рыжие. Вот такая вот статистика. Совпадение? Возможно. Но этот имеет кардинальное отличие от остальных. Он не рыжий. Я долго думал с именем, перебирал разные варианты и остановился на имени Маркиз. Также мой выбор в пользу этого имени подтверждает и тот факт, что на его лбу имеется ярко выраженная буква М. Оказывается, это характерность всех котов, о котором я узнал буквально совсем недавно. Если у других наших котов такой выраженности этого символа не наблюдалось, ну или попросту не замечалось, то у этого котенка как будто написано черным маркером на лбу. Рассмотрите внимательно своего питомца, возможно вы тоже разглядите подобную особенность. Вот так он и принял свое данное мной имя. Появление кота в доме дает не только положительные эмоции, но и постоянное переживание за него. Дело в том, что мы проживаем в сельской местности, окруженной лесными массивами. И с наступлением зимы из леса к людям в поисках еды выходят дикие животные, волки и лисы. И к сожалению, у многих людей здесь в этот период пропадают коты. И мы не стали исключением. Все наши коты, жившие у нас пропали, вероятнее всего по этой причине. За исключением кошки. Поэтому на этом фоне заводить кота дома становится не только позитивным моментом, но и неприятными переживаниями за него. Особенно в те моменты, когда он подолгу не появляется дома. Я думаю, многие владельцы животных меня поймут. Одержать животное постоянно в четырех стенах и не давать ему выходить на улицу в естественную среду является сомнительным и, я бы даже сказал, неправильным решением. Так как он должен знать мир, существующий и за пределами стен, в которых он живет. Ну а пока наш малыш еще совсем мал, надеюсь, что он вырастет большим, красивым и, возможно, не совсем наглый и шерстяной мордой. Любите своих животных и они ответят вам за нивностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова